Всем привет! Лос-Анджелес на связи. Ещё один великолепный день у нас в Южной Калифорнии. Такое впечатление, что вернулось лето. Сегодня плюс 28-29 днём. Но я должна заметить, что ночи всё-таки уже прохладные. Причина, по которой я вышла, вы знаете, такой шквал комментариев я, честно говоря, не ожидала. Сегодня никакого нового материала не будет. Поэтому, если кто-то хочет обсудить эту тему, основываясь на комментариях, то, пожалуйста, оставайтесь. Те, кто спешит, и кому нужны непременно факты, и кому нет дела ни до чего остального, то я вам скажу, что ничего, никаких фактов и никакой информации сегодня не будет. Это просто болталка так называемая. И что всё-таки интересно, вы знаете, очень многие из вас всё-таки никак не хотят расставаться с этой самой, с теориями заговора, и очень много комментариев. Хотя лично я не вижу никакой связи между, допустим, выборами и всей этой историей с Компсом. То есть, если вы мне можете объяснить, каким боком это всё соприкасается друг с другом, я не знаю, в Америке так не работает. Выборы — это выборы. И, по большому счёту, я уже написала кому-то в комментариях, что американцам, по большому счёту, всё равно. Вы знаете, никто не будет мусолить, кроме нас, блогеров и прессы, кто так или иначе увлечён, должен, обязанно освещать это дело, что происходит с одним селебрити. Ну, да, со многими селебрити, которые в это увлечены. Просто, понимаете, выборы выборами, на это тоже мало никто. Люди голосуют и придут голосовать, когда придёт время. А чтобы жить вот этим, и просто, понимаете, американцы, психология у них устроена по-другому. Особо они не грузятся, понимаете. Во-первых, потому что нет времени, люди здесь работают, и это основная причина, почему никто не грузится долго, что происходит. А потом, если брать Голливуд, всё время что-то происходит там, понимаете, то одно преступление, то другое. Это же не первый компс, история с компсом, это же не первый случай такой. Подобные истории были, я вам скажу даже. И раньше всегда, где замешаны большие деньги, связи, и всегда там какой-то... Это было всегда даже. Я вот в своё время делала сколько историй о Мэрилин Монро. Схема такая же, чтобы пробиться в Голливуд, пробиться в кино, нужно быть в добрых, я бы сказала так, кавычках, отношениях с тем, кто тебя будет продвигать, кто будет из себя лепить звезду. Это всё просто так не делается, даже если вы очень талантливы. Вы знаете, талант — это не главное. Как я уже говорила в одном из своих видео о компсе, что... Помните, когда я говорил, один из пострадавших пришёл на аудишн и сказал, что, возможно, он не подойдёт из-за того, что у него не очень хороший голос, на что компс ему сказал, голос... Обратите внимание, что голос — это неважно. Если ты хочешь певцом быть, не важен голос, то есть важен, как ты выглядишь, и как именно ты будешь добиваться, насколько сильно ты хочешь обеспечить себе, так сказать, билет в Голливуд, то есть насколько сильно ты будешь готов пожертвовать собой ради каких-то близких отношений с кем-то, если тебя попросят, или тебе просто скажут, что делать, понимаете? Поэтому никакой связи между выборами и то, что происходит в Голливуде нет. Другое дело, что имён... Мы все знаем все имена, мы все знаем имена очень высокопоставленных людей. И да, это было известно. Почему это вдруг? Опять же я говорю, что это не вдруг. За компсом наблюдали очень длительное время. И на большее я вам просто сказать не могу. И вы знаете, даже те, кто всё знал, всё равно не все всё говорили. Почему? Ну, кто вам ответит на этот вопрос? Потому что никто не хочет потерять свои кормушки. Потому что все, вы понимаете, большинство людей, кто создаёт вот такую вот ситуацию. Один человек, который, допустим, ну, к примеру, один группа, который держит всех на кормушке, на хорошей кормушке, но мало кто решится раскрыть рот, понимаете? И потом это небезопасно. Ведь вы же прекрасно знаете, что его имя связывают так же и с криминалом, что многие люди... Какая страшная машина всё-таки проехала. Ужас, как гроб. Я не знаю, кому как нравится или нет, но она ужасно выглядит на улице. Тут сайбертрак. Понимаете, друзья, в чём дело? Поэтому... Что мы можем сделать? Как я уже сказала, ничего. Что потерять работу? Потерять кормушку, когда нужно содержать семью, платить за жильё. Вы знаете, жизнь в Америке, вы... Если вы пропустили один пеймент, так сказать, одну выплату, одну выплату за ваше жильё или за аренду, или за частный дом, неважно, второй, третий, а потом всё, вас выгонят, вы останетесь на улице, и здесь нет таких третьих вариантов. Поэтому люди просто закрывают глаза и от безысходности что-либо сделать. Понимаете? Вот вам наглядный пример. То есть об этом даже говорили, что свои вечеринки компс устраивал не только в своих резиденциях, но также и в отелях снимался отель. Этаж может быть целый, я не знаю. Всё это действовало по единой схеме. То есть все работники отеля были предупреждены, и каждый просто получал свой кусок. Потому что после себя, ну, вы сами можете представить, после таких гулянок была и разобранная мебель, разломанная мебель, и какой-то ущерб, и шум, и чтобы как-то от этого всего отмыться, люди просто получали, им просто платили за то, чтобы всё убиралось, и за то, чтобы все молчали, не было ни полиции, ничего. Вот ни один человек из работников отеля никогда не жаловался, потому что все получали свою долю в этом. Понимаете? Вот поэтому это как вот одно из доказательств того, что почему такие вечеринки творились, а творились такое продолжительное количество времени, потому что никто не жаловался, все получали свой кусок и были рады. Да, можно убрать всю эту грязь, но если хорошо платят, почему бы нет? Также многие из вас поняли ситуацию совершенно правильно, говоря то, что Диди знал, что произойдёт, и к этому готовился. Я с вами в этом плане совершенно согласна, потому что, знаете почему? Если кто из вас помнит, в моём вчерашнем видео я сказала, что обыск, который начался в его резиденциях 25 марта 2024 года, одновременно причём в Лос-Анджелесе и в Майами, в его резиденциях, за два часа его самолёт вылетел на Антигуа. То есть ходят... Вы знаете, я не могу сказать слово «факт», потому что на данный момент это не является фактом, но тем не менее всё указывает, всё говорит о том... Знаете, есть очень много косвенных улик, которые пока нельзя доказать, которые пока нельзя назвать фактом, но они прямиком указывают на то, что именно так и было. То есть всё говорит о том, что, возможно, возможно, кто-то из FBI предупредил его. Такие слухи тоже ходят. Пока я назову их только слухами, и опять же, это не я говорю, я цитирую, я решила от себя не добавлять ничего, потому что моё мнение – это моё мнение, я не знаю. Я не знаю так же, как и вы, так же, как и никто, я не знаю, но тем не менее есть слухи, тоже ведь не рождаются просто так. Понимаете, под ними должна быть какая-то почва, и здесь слухи вот именно в этой ситуации скорее как раз правдоподобные. То есть он был предупреждён, но почему он не скрылся, или что, может быть, дело повернуло как-то не так, может быть, не ожидалось того, что его не выпистят. Тоже очень странно, вы понимаете, потому что такого величина, такого масштаба, понимаете, как он, я просто вот все эти дни изучаю, насколько же человек, он просто сказочно богат, вы понимаете, то есть неудивительно, сколько у него денег, неужели всё это состояние можно было восколотить за все вот эти вот его бренды, так сказать, я сейчас процитирую, с иронией, честным и непосильным трудом. Мне думается, нет, мне думается, что большой процент именно его заработка принадлежит к каким-то криминальным, к криминальной активности, к криминальным действиям, потому что иначе это просто невозможно. Вот, и я всё больше склоняюсь думать именно так, что он был предупреждён. Отвечаю на ваш один вопрос по поводу того, что когда огласят весь список, вы знаете, что весь список могут не огласить. Как вы знаете, в Америке существует два вида исков. Это федеральный и гражданский, то есть civil, civil lawsuit, civil гражданский иск, он самый тяжёлый именно на того, на кого этот иск подаётся. Почему? Потому что тогда указываются имена, если вы подаёте федеральный иск, то имён в этом иске указывать не обязательно. Гражданский иск подразумевает имена. И если гражданские, против того, против кого будут поданы гражданские иски, мы узнаем имена. А против того, кого будут федеральные иски или не поданы вообще, мы их не узнаем. Понимаете? Поэтому те списки, которые якобы есть, уже один список вышел и потом признали, что он фейк. Ну, я вам хочу сказать, так или иначе, практически навещали Комса, ну, весь Голливуд. Я даже не знаю, кто там не был. Может быть, редчайшее исключение несколько человек, чьих имён не видно, вообще не слышно, но это не значит, что они там не были. Пока мы о них ничего не знаем. Возможно, что они там были, но не имеют никакого. можно же просто приехать и уехать, так сказать, рано или, хотя это тоже как-то верится мне, если кто-то был уже, мне кажется, они все вовлечены. Ну, а те, кто очень сильно вовлечён, мы знаем, это их несколько, это Ди Каприо, Ашер, семья Кардашин, кстати, они очень тесно вовлечены и особенно Клои, то есть она была на этих вечеринках и уехала одним рано-рано утром, потому что описала в точности, что там происходит куча голых людей и они, значит, спали кто где, то есть это она видела, а именно за это, то есть могут быть большие неприятности, пока, опять же, они против никого, не выдвинуто никаких обвинений, но то, что люди эти молчат, они же могли бы дать показания какие-то и быть свидетелями, пока свидетелями, никто не говорит, если вы видите какие-то интервью, якобы кто-то дает, то это ложь, никто никаких интервью не дает, Голливуд как молчал, так и молчит, пока никакой информации от участников, соучастников нет, возможно, и не будет. Одна из вас, из моих зрительниц, выразила беспокойство, как люди, как жертвы могли остаться в живых после такого практически непрестанного накачивания наркотиков в течение многих часов. Я тоже задаюсь этим вопросом, потому что действительно то, что происходило, это страшно. И помните, в одном из своих видео я говорила, что при обыске у него обнаружен целый медицинский арсенал в доме, то есть такой мини-госпиталь, все было приготовлено для того, чтобы оказывать экстренную помощь, то есть в основном раствор, физиологический раствор, капельница, IV, так называемая, и всякие прочие, чтобы быстро вывести вот именно из-за, как сказать, антидота, чтобы вывести человека из состояния наркотического опьянения, если вдруг угрозы жизни какие-то возникнут, понимаете, значит, если у вас в доме есть арсенал из госпиталя, то есть оборудовано все, чтобы оказывать экстренную медицинскую помощь, значит, в это были вовлечены медицинские работники также, доктора, медсестры, я понимаю, это так, и ведь никто не пошел, так сказать, forward и не дал никаких показаний, вот так вот задуматься, что они же тоже там были, и я уже об этом говорила, и вы со мной согласились, что были же жертвы, которым нужна была помощь в больнице, которые потом обращались в больницу, и у которых было установлено в крови G-H-B, и помимо этого еще лошадиный транквилизатор, и кокаин, значит, там тоже знают, и никто никуда не заявил, все молчат, вот именно поэтому мы с вами и очень на многие вопросы не получим ответы, все молчат, знают и молчат, ну, во-первых, из-за страха, понимаете, потому что даже находясь в тюрьме, КОМС имеет все-таки огромное влияние, и многие верят в то, что им придет расплата за это, и опять же, потеря работы, и быть замешанным, понимаете, если вы покрываете что-то такое, значит, вы соучастник, значит, вы такой же, вы покрываете преступников, и за это тоже есть статья, но тут, видите, двояко может быть, если ты говоришь, значит, ты как бы выдаешь, тебя могут убрать, и если ты даешь показания против, значит, также тебя могут убрать, плюс ко всему ты можешь заработать срок, пока неизвестно, пойдет ли КОМС на сотрудничество, об этом был тоже затронут вопрос, понимаете, если он пойдет на сотрудничество с FBI, и назовет все имена, именно те большие имена, которые нам всем, в общем-то, известно, но никто никогда их не произнес вслух, и никто не подтвердил, то вероятность, вероятно того, что ему могут снизить срок такое предположение, опять же, друзья, все пока что предположение, понимаете, это рассуждают сами адвокаты, то есть, те люди, которые так или иначе имеют какое-то косвенное, те, кто знают, журналисты, пресса, те, которые с этим делом работают, они все утверждают так. Если вы помните, еще один голливудский монстр, Вайсштейн, который получил 41 год в тюрьме, то есть, ему сейчас, по-моему, где-то около 70 лет, он получил 41 год в тюрьме в Калифорнии, в Лос-Анджелесе, и еще 16 лет в тюрьме от Нью-Йорк, Нью-Йоркс от Нью-Йорка, то есть, против него также было выдвинуто очень много исков, даже если смотрите, ему 70 с чем-то лет, 41 год, ему уже не выбраться в живых, то есть, он так и останется в тюрьме уже до конца дней своих. Если Компсу 54 года, если даже ему дадут 30 или 40 лет, 90, ну, можно сказать, не надо давать по жизни, но можно дать 35-40 лет, это считает, что вся жизнь, оставшаяся жизнь пройдет за решеткой. Другое дело, что будет ли он действительно сидеть такой срок, здесь вам не скажет никто, здесь вам не скажет никто, учитывая факт, что вы видите, как сколько людей молчат, все молчат. Поэтому, конечно, это вопиющий случай, именно такого случая, вот такой тяжести, это впервые, даже говорят, что преступление Эпстейна, Вайстейна, тот же самый секс-трафикин и насилие, и вовлечение, пардон, вовлечение несовершеннолетних, это все одно, но никто из них не учинял вот такой вот травли людей. Говорю травли, потому что никто людей не накачивал таким большим количеством наркотиков, и никто не ставил им такой, ну, как бы ультиматум, что ли, такого все-таки не было. Вот, хочу показать пальму, одна из моих зрительниц написала, что она очень любит пальмы, вот, видите, у нас вот эти вот пальмы, они нетипичные для Калифорнии, такие пальмы обычно встречаются на юге Франции, в Ницце, видите, у них достаточно толстые стволы, это нетипичные, не калифорнийские, то есть их завезли сюда, и они здесь прижились. В Калифорнии благодатная почва, и здесь, здесь у нас растет все, вы знаете, это в моем видео из Малибу, вы можете увидеть, там тоже многие деревья завесены, из Австралии, отовсюду, и везде они приживаются, потому что в Калифорнии такая вот благодатная почва. Это было такое маленькое лирическое отступление, я заезжала сюда в Глендал опять, потому что у меня здесь живет мама, и сейчас я поеду домой, уже очень давно мы не живем в этом районе, ну хотя от нас не так далеко, я когда заезжаю к маме, я всегда приезжаю сюда, потому что я уже говорила, этот парк напоминает мне былые годы, когда сын еще маленький был, когда я сама была моложе, когда вся жизнь была впереди, собственно, она и сейчас не позади еще, мне всего лишь 55 с небольшим плюсом, так что можно сказать еще большая часть жизни впереди. Ну что, друзья, наверное, я буду заканчивать, потому что вот на этот момент все вот мы с вами вроде бы все обсудили, я еще не бралась за факты, мне нужно будет почитать, я посмотрела сегодня, обычно за вот сегодня что у нас, вторник, да, понедельник, вторник, новости какие-то приходят, я посмотрю, что можно будет собрать в пятницу, если будет материал, если будет все одно и то же, наверное, я тогда в пятницу не выйду, вот, а если будет что-то новое такое, знаете, о чем нужно срочно сказать, я тогда что-то соберу, и мы с вами встретимся в пятницу, а пока я хочу пожелать всем добра, счастья, самое-самое наилучшее пожелание из Калифорнии, тепла, солнышко, я знаю, что во многих регионах уже холодно, и даже снег, вот, съемала женщина, мне написала, я посмотрела, температуру там бывает, кстати, вы знаете, был блогер, американский, американский, ну, он не блогер, он, собственно, путешественник, он ездил, путешествовал на Ямал, и там показывали одну семью, как они кололи лед, то есть, чтобы воду принести в дом, мне настолько, я была в таком, знаете, очаровании просто, насколько трудолюбивые люди на север живут, то же самое, как вот у нас на Аляске, туда, дальше люди, чем холоднее климат, тем они выносливые и трудолюбивые, и я действительно просто вот преклоняюсь перед такими людьми, потому что жить в таком климате может не каждый, я вам точно говорю, вот у нас здесь, в Калифорнии, вот 27 градусов сейчас, ночью температура опустится до 15-16, еще может быть 3-4 дня, и к выходным уже начнется похолодание, но похолодание как, днем будет 21-22, а ночью 13-15, собственно, вот у нас такая зима, бывает иногда холоднее, самая холодная температура зимой бывает 10-12 градусов, плюс, но это здесь, в городе, и ночью иногда бывает плюс 3-5, но в горах температура падает до минусовой, и нам, конечно, очень-очень нужны дожди, потому что у нас очень-очень сухо, вот эти вот дни, ветер дул из пустыни, у нас, знаете, воздух даже теплый, то есть у меня вот бутылка воды, я с ней не расстаюсь постоянно, и даже несколько бутылок наден, у меня в машине целая упаковка воды, поэтому нам, конечно, нужна влага, у нас практически 0% влаги, вот как сухо, и если мы возьмем восточное побережье, то там наоборот, ураган, который пронесся над Флоридой, Северная Каролина, и Джорджия, и другие штаты на юго-востоке, они, конечно, пострадали сильно, и от избытка воды, у нас здесь наоборот, видите, сушь, и пожароопасность, и еще раз всем всего доброго, будьте здоровы, и до следующих встреч на моем канале, огромное спасибо вам за поддержку, за позитивный фидбэк, вы знаете, это очень, и я ценю, и я буду и дальше продолжать делать эту историю, потому что раз уже мы начали, я думаю, что обратной дороги нет, давайте доведем до конца, причем, вы знаете, конец в этой истории может быть самый непредсказуемый, непредсказуемый, я вам точно говорю, from this point, вот именно с этого момента может случиться все, что угодно, и вот попомните мои слова, даже самое невероятное, мне кажется, вероятно в этой истории, так что давайте наберемся терпения, и будем ждать, до скорых встреч, друзья, пока-пока. Еще одна пальма, посмотрите, какая красота, и обратите внимание, как сухо здесь, видите, вот как раз то, о чем я говорила, практически пустыня, раньше можно было заходить, здесь хорошая тропа есть, но сейчас закрыто, все из-за суши, видите, как сухо, одна искра, и это все вспыхнет, вот так, такая у нас осень в Калифорнии, теплая и сухая, это было маленькое лирическое отступление, все на том, друзья, пока. Субтитры сделал DimaTorzok